Варго Энтертейнмент в сотрудничестве с Трансфилм и Бивер Продакшнс представляют. Субтитры создавал DimaTorzok Автор сценария – Уильям Николсон. По мотивам реальных событий. Серая сова Войдите. Извините, сэр, вы меня не знаете. Сайрус Финни. Северный самородок. Это такая газета. Три минуты, мистер Серая сова. Я буквально на минуту. Я ищу человека по имени Арчи Белани. Вы его знаете? Да, я его знаю. Я ожидал вас раньше. Я хотел быть уверен. Что вы хотите знать? Все, что вы можете мне рассказать? Не так уж и много. Он просто был большим ребенком, мечтал жить в диких лесах. И никто ничего не заподозрил? Даже когда вы работали проводником? Двумя годами ранее. Канада, 1934 год. Что-нибудь видишь? Канада, 1934 год. О, боже. Я попал в него. Я убил его, да, Арчи? Да, мистер Чемплин. Он точно убит. А ты действительно хорош в своём деле, Арчи. Но я тоже неплох. Не сомневаюсь, мистер Чемплин. У меня две издательских компании, своя бумажная фабрика, типографский бизнес. Я богатый человек, Арчи. Ты хотел бы разбогатеть? Зачем мне всё это? Допустим, ты пишешь книгу. Например, «Жизнь индейца в лесу». Это похоже на твои статьи, только чуть подлиннее. И ты становишься знаменитым. Известность меня не интересует, мистер Чемплин. Да ты хоть знаешь, как люди интересуются твоим миром. Как они жаждут услышать подлинный голос дикого мира. Поздравляю, Гарри, хороший выстрел. Давно не виделись, старина. Не смог выбраться, было много дел. За моего первого медведя. Тебе нужен медведь, значит, тебе нужен Арчи. За тебя, дружище. А это кое-что на память обо мне. А это Арчи Сересова. Это написал твой проводник? Искусством бесшумной охоты в совершенстве владеют индейцы. Они с рождения учатся двигаться, как тень. Скользить в ночью, улавливая малейший шорох. Лес в их представлении подобен мифическому великану. Это тот индейец, который печатается в журнале? Я приехал сюда не ради охоты на медведя. Этот парень – настоящая золотая жила. Добрый вечер, дамы и господа. Пожалуйте танцорам. Благодарю вас, сэр. Добрый вечер. Спасибо, сэр. Спасибо. Я не плачу, не глядя на товар. Откуда мне знать, что танец действительно индейский? Чем больше вы платите, тем он больше индейский. КОНЕЦ Потрясающе! Хорошая работа, ребята! Благодарю вас. Мы называем это танцем «Мертвеца». Когда танец заканчивается и бубны замолкают, мы бросаемся на ненавистного белого человека и начинаем убивать. Но это за дополнительную плату. Леди и джентльмены, мадам и мсье, надеюсь, вам понравилось наше маленькое представление. А теперь, пожалуйте к столу. Частное владение Я читала ваши статьи в журнале. Вы умеете писать. Меня это впечатлило. Вы умеете читать. Меня это впечатляет. Вы уже отработали? А вы хотите поохотиться? Нет. Я хочу узнать всё о своём народе. О вашем народе? Магауки. Союз племён Магауки. Впервые вижу Магауки в одежде белого человека. Значит, вы ни разу не бывали в пригороде Валдор в субботу вечером. Два бакса в день. И в конце небольшая дополнительная плата. Но я не могу вам заплатить. Тогда почему я должен отвезти вас туда? Мужчины всегда делают то, что я хочу. Ну, конечно. Они готовы прыгнуть в озеро ради одной вашей улыбки, да? Точно. Я вернусь через час. Эй, ты! Прыгай в озеро. Я заплачу тебе 50 центов. Сейчас же! Всё для тебя, Пони. Земля ваших предков. Мои предки никогда не сделали бы такого. Но, по-моему, это не их земли. Нет. А вверх по реке. Медвежий остров. Деревня Аджибвей. Посмотрите, как живут наши люди. Это ваше поселение? Можно сказать и так. Вождь усыновил меня много лет назад. Можно с ним познакомиться? Он подумает, что вы моя женщина, и что я привёз вас к нему на смотрины. Тогда мы с ним устроим смотрины друг к другу. Он там, наверху. Я покажу дорогу. Ты это ожидала увидеть? Нет, не совсем. У них очень трудная жизнь. Поверь мне. Очень. Эй, песёнок, где ты пропадал всё это время? Зарабатывал на жизнь. Рад тебя видеть. Это мой младший брат, Нэт. Привет, Нэт. Ты хорошо танцуешь. Ну и кого ты привёз сюда? Меня зовут Гертруда Бернард. Это вождь Пит Мисаби. Для меня это большая честь, отец. Она очень красивая. Твоя новая жена? Нет, нет. Просто знакомая. Когда время придёт, скажи ему, чтобы он привёз тебя сюда, ко мне. Я вас поженю. Пит, никто не собирается жениться. Думаешь, он для тебя уже стар? Выглядит он действительно староватым. Учитывая жизнь, которую он ведёт. Он великий охотник. Он сможет позаботиться о тебе. Думаете, на такого мужчину женщина может положиться? Не могу сказать точно. Он ведь скиталец по жизни. Вот почему я назвал его ваш Аквонашин. Что означает «серая сова», тот, кто летает в ночи. Справишься? Да, конечно. Тебя правда зовут Гертруда? По-твоему, я придумала себе имя? А как тебя называют близкие? Герти? Я что, похожа на Герти? Ну, не знаю. Меня зовут Пони. Так меня называл мой отец. Не спрашивай, почему. Не буду. Ну что, поцелуй на прощание? Вместо дополнительной платы. Ладно. И это всё? Для поцелуя нужны двое. Пока. Арчи-серая сова. Нед? Пойдём. Пора двигаться. Начинается ветер. Нужно вернуться до темноты. Эй, ты! Я тебя, кажется, знаю. Скажи мне, где я? Эвелк Ривер. Чёрт, что я делаю, Эвелк Ривер? Это конечная станция. Дальше. Дороги нет. Значит, конец дороги? Да, конец. Быстрее, парни. Твой приятель. Впервые его вижу. Это тебя называют, Арчи-серая сова? Да, это я. Я Джим Бернард. Отец Пони. Чем могу помочь? Как сказать? Пони предложили работу в Монреале. Она начинает работать на следующей неделе. Рад за неё. Она говорит, что не поедет. Она заболела. Сеетой индейской чушью. Хочет жить, как её предки. Но это всё фантазии. Ничего уже не вернуть. Эта жизнь закончена. Никто больше не живёт в лесу. Я живу. Как, чёрт возьми, ты здесь выживаешь? У меня невелики запросы. Лес оберегает меня. Это всё бравада. Моя дочь загорелась этой идеей. Она здесь о неделе не продержится. Тогда почему она собирается идти с тобой на север? Не знаю. Я ей не предлагал. Пони всегда получает то, что хочет. Ты можешь собраться пораньше и уехать, пока она ещё не знает. Тебя ведь здесь не будет. Да. Ну и хорошо. Ты. Телёga? Не tudы. Телёga? Васё. Понино. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Арчи! Арчи! Чёрт! Она сказала привезти её сюда. Ты что, совсем спятил? Что мне с ней делать? Я думал, ты сам этого хочешь. Лучше вообще не думай. Утром отведёшь её обратно. Уведи её отсюда. Хорошо, Арчи, если ты так хочешь. Именно так. Отправишься завтра с Недом обратно? Нет. Я не приглашал тебя сюда. Ты мне здесь не нужна. Ты уйдёшь. Я не уйду. У меня нет времени нянчиться. Отлично. Не надо. Ты здесь умрёшь? Ну и умру. Я не шучу. Ты не знаешь, как тяжело здесь жить. А здесь трудно и опасно. Скажи ей, Нед. Да, здесь трудно и опасно. Такая жизнь не для женщины. Я не уйду. Тебе придётся меня связать, чтобы Нед отнёс меня обратно. Или я останусь здесь. А-а-а-а-а-а. Что ты делаешь? Пакел. Зачем? Для охоты. Можно мне с тобой? Нет. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не нравится, не смотри. Всё в порядке. Мои предки тоже были охотниками. А у тебя есть имя Магауков? Да. Меня назвали в честь моей прабабушки. Анахарио. Почему тебя зовут Арчи? Я полукровка. Иначе откуда у меня голубые глаза? Моя мать была шотландкой. Я не знала. А что, теперь что-то изменилось? Нет, ничего. А значит, всё в порядке. Хочешь? Что? Да. Ты когда-нибудь был женат Арчи? Дважды. И что случилось? Ничего. Какое-то время мы провели вместе. Потом я двинулся дальше. Зачем жениться, зная, что всё равно уйдёшь? А зачем жениться, если знаешь, что останешься? Так было принято. Жениться, когда пришло время расставаться. Когда воины входят на войну. Когда охотник отправляется на долгую охоту. Поставь здесь. Спасибо. Так сохраняется часть любимого человека навсегда. Люблю, когда ты рассказываешь про старые обычаи. Откуда ты знаешь, что я не придумываю? Я чувствую, когда ты придумываешь. Да. И когда же? Когда ты притворяешься, что тебе не нравится, что я рядом. Но я знаю, что тебе нравится. Я знаю, что тебе нравится. Когда-то здесь бобры строили плотины, пока не пришли эти вонючие белые. И они называют себя охотниками, взрывают плотины динамитом на нашей территории. Ни один индеец не поступил бы так. Мы не берем детенышей, не разрушаем гнезда. Скоро здесь не останется ни одного бобра. Далеко еще? Еще прилично. Холодает. Пойдем через озеро. Нам нужно вернуться до темноты. Будет снег. Распределяй свой вес. Нужно скользить. И не подходи ко мне близко. Понятно. Что бы ни случилось, не останавливайся. Здесь могут быть промоины. Ты идешь слишком быстро. Я не успеваю. Подожди. Арчи! Я не могу идти дальше. Мне нужно отдышаться. Арчи! Не двигайся! Арчи! Не двигайся! Ты расширяешь дыру! Не двигайся! Замри! Помоги мне! Не двигайся! Не двигайся! Смотри на меня! Смотри мне в глаза, Пони. Не делай ничего. Не двигайся. Спокойно. Пони, слушай меня. Хватайся за пояс. Хватайся за пояс. Держись, Пони. Держись. Замри. Хватайся. Давай. Тянись. Пони, давай. Я не могу. Можешь. Я не чувствую ног. Вот. Молодец. Я не чувствую ног. Все, хорошо. Держись. Держись. Давай, давай. Еще немного. Я не могу, Арчи. Можешь. Держись. Держись. Вставай. Вставай, Пони. Я не могу. Не могу подняться. Поднимайся. Вставай, Пони. Вставай. Вставай на ноги. Не могу подняться. Вставай. Не останавливайся. А то закоченеешь. Давай. Двигайся. Вставай. Вставай. А теперь беги. Не останавливайся. Не останавливайся, Пони. Двигайся. Беги, беги. Беги, вставай. 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 Встань и двигайся. Давай, иначе замёрзнешь. Пони, двигайся давай. Двигайся, Пони. Вставай. Не могу. Вставай. Не могу. Вставай, Пони. Иначе замёрзнешь. Ты можешь. Давай. Господи, прости меня. Пони, только не умирай. Пони. Пони, я дурак. Это я виноват. Согревайся. 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 Давай. Согревайся. Согревайся. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Арчи? Я здесь. Кажется, я не такая сильная, как думала. Ты молодчина. Ты выжила. Ты обнимал меня. Чтобы согреть тебя. Мне понравилось. И это мне тоже понравилось. Я поклялся, что не буду. Почему? Не знаю. Боишься, что я полюблю тебя? Не волнуйся. Я могу о себе позаботиться. Просто я всегда был одиночкой. Но ведь ничего страшного, что я здесь с тобой. Правда? Да. Даже лучше, чем ничего страшного. Если мы можем сделать друг друга счастливыми, Арчи, давай это сделаем. Счастье не так легко найти. Да. Как ты меня назвал тогда? Каким-то индейским словом. Нинимуша. Что это значит? Ничего. Просто слово. Оно мне нравится. Оно мне нравится. Оно мне нравится. КОНЕЦ Что это такое? Что? Это. Это называют ловец снов. А для чего это? Его всегда выставляют, когда рождаются дети, или кто-то женится. Плохие сны застревают в паутине, а хорошие проходят. У магауков тоже есть ловцы снов? Конечно. А у меня есть только моё имя Магаука. Мне нужно больше шкурок. Бобры подходят лучше всего. Их так мало осталось. За них дают хорошие деньги. Ты же сказал, что сезон окончился. Да, но этого не хватит, чтобы расплатиться с долгом. А на что жить? Нет гарантии, что кто-то купит мою книгу. Почему ты не даёшь мне её почитать? Она ещё не закончена. А про меня там есть? Почему там должно быть про тебя? Если бы я писала книгу, там было бы и про тебя. Да. Про тебя там есть. Я поставил здесь ловушку сегодня утром. Если повезёт, поймаем ещё бобра. Ещё там, у плотины, на другой стороне. Итак, посмотрим. Чёрт. Что случилось? Цепь порвалась вместе с капканом. И бобёр уплыл? Может, потонул вместе с капканом. Ещё 10 баксов потеряли. Чёрт. Ладно, пойдём. Пойдём. Смотри. Детёныш и бобра. А где их мать? Она попала в твой капкан? Она утонула? Утонула? Похоже на то. Как они смогут жить без неё? Не смогут. Они не выживут. Умрут с голода. Арчи, нет! Не смотри. Никогда. Никогда не делай так больше. Ты могла попасть под выстрел. Не смотри. Никогда. Смотри. Утонулалалалалалалалалалалалалах. Не бойтесь. Никто вас не обидит. Давай. Давай. Ну же, малыш, давай. Давай, малыш. Они не хотят. Конечно. Ты же не их мать. Моя. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Зачем? Я охотник. Ты забыла? Не хочу на тебя давить, Арчи. Ты говорил, что скоро не останется ни одного бобра. Мы не можем оставить их умирать. Все умирают. Мухи едят рыбы, рыбу едят выдры, выдр едят волки. Я видел, как волк убил медведя и вырвал все внутренности. Я видел труп человека, покрытый мухами. Можно убить оленя ради мяса. Это я понимаю. Убить бобра, чтобы не замерзнуть от холода в его шкуре. Это я тоже понимаю. Но убивать на продажу ради денег... Ты же выше этого, Арчи. Лесные индейцы всегда были охотниками. И всегда охотились для торговли? Конечно. Арчи, это неправда. И ты это знаешь. Древний индейский закон гласит, что убивать можно только по необходимости. Белые торговцы научили нас убивать ради денег. Мы до них и не ведали о деньгах. Ты женщина. Ты выросла в городе. Ты не понимаешь. Как знаешь, Арчи. КОНЕЦ Продолжение следует... Иди спать, малыш. Я не могу в это поверить. Ты ему нравишься, Арчи. А он мне нет. Тогда сбрось его на пол. Мне кажется, он не знает, что он тебе не нравится. Объясни ему. Иди отсюда, мохнатая морда. И это всё, на что ты способен? Арчи? Арчи! Что? Я не могу найти одного малыша. Да он где-то здесь бегает. Нет, здесь только один. Где второй? Мик-Мик. Мик. Где ты? Мик. Мик. Мик-Мик. Пони? Мик-Мик. Далеко он мог забежать? Я думаю, что да. А ты не можешь его найти? По снегу бы нашёл, но сейчас он может быть где угодно. Он мог попасть в капкан? Нет, не мог. О, Боже. Мик-Мик. 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 Нет! Нет. Прости. Прости меня, Боже мой. Арчи, я нашла его. Он вернулся. Они играют вместе в доме. Ты его нашла? Капкан. Ты подумал, что это он? Да. Арчи. Я не могу больше. Я знаю. Я завязываю с охотой. Я люблю тебя, Арчи. Ты всё собрала? Ничего не забыла? Точно. Ты говорил, что его ставят, когда рождаются дети или кто-то женится. Да. А что дальше, когда ты уже не ребёнок и не молодожён? Тогда ты должен сам справляться со своими снами. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Давай. Говорят, у тебя теперь есть девушка. Слухи быстро разносятся. Удачная была зима. Это ты мне должен сказать. Ты это где нашёл? Около Абитиби? Эй, Скво, я с тобой разговариваю. Какие-то проблемы? Да, проблемы. Какой-то краснокожий вор охотится на нашей территории. Откуда у тебя шкуры? 72. Скво, не поворачивайся ко мне задницей. Парень. Оглох. Это ты прошёлся по нашим капканам? Ни один индейец не смеет этого делать. Парни, вам лучше уйти. Мы ещё увидимся. Краснокожий дикарь дрожит от страха. Арчи, я здесь подсчитал, и получилось 290 долларов. Ты мне ещё должен 20. Сделай мне одолжение, Газ. Пусть будет 20, и почтовые расходы на мою книгу. Хорошо. Эти ублюдки постоянно грабят мои капканы. Истребляют бобров динамитом, отравой. Им на всё наплевать. И всё-таки будь поосторожней, ладно? Истребляют бобровь. Истребляют бобровь. Истребляют бобровь. Истребляют бобровь. Истребляют бобровь. Истребляют бобровь. А я знаю. Пери. А почему бы и нет? Многие индейцы, мой дед тоже, стыдятся того, кто они. Вставляя волосы в перья, ты тем самым говоришь, я индеец, и я горжусь этим. Я знаю. Мы все приходим сюда не только ради кухни и хорошего обслуживания. Человек, который к вам сейчас обратится. Индеец из Аджибвей, который всю жизнь живёт в этих лесах. Я не могу. Он платит наличными. Подумай о деньгах. Он также писал великолепные статьи в журнале «Лес и цивилизация». Это были хорошие статьи, не так ли? Расскажи им о том, как ты пишешь. Итак, дамы и господа, мадам и месье, встречайте, серая сова. Благодарю вас. Вообще-то, я никогда раньше не выступал на публике. По правде говоря, я чувствую себя как змея, проглотившая сосульку. Привет, двойняшки. Вы пришли меня поддержать. Эти малыши живут с нами. Мы называем их Мики, потому что мы, Аджибвей, обычно называем бобров Амик, маленькие говорящие братья. Они действительно умеют говорить. Поздоровайтесь. Бобры живут семьями. Пара бобров живёт вместе всю жизнь, как мы. Некоторые из нас. Я не собираюсь слишком долго держать их здесь. Как только они вырастут, мы отпустим их обратно в лес. У них появятся собственные детёныши. Дело в том, что... Я раньше ставил капканы на бобров, но недавно я перестал охотиться. Я не думал, что брошу когда-нибудь. Сейчас я знаю, что это плохо. Они почти все вымерли. Слишком много капканов и слишком мало бобров. Когда бобры исчезнут на севере, может, вы этого не знаете, но эти малыши сделали север таким, каков он есть. Они строят плотины. Собственные озёра, в которых питаются олени, водяные крысы. А весной они открывают свои плотины, и талая вода разливается. Это настоящая ирригационная система. Если не будет бобров, то вся цепь будет нарушена. Поэтому сейчас я выступаю за бобров. Если будем аккуратнее, а внимательнее, то спасём вымирающий вид. Наверное, я отношусь к ним не так, как обычные люди, потому что такие люди, как я, тоже почти вымерли. Наверное, вы сможете прожить без нас, но без этих малышей мир станет беднее. А вы что скажете, ребята? Никогда больше не проси меня это делать. Ты прекрасно выступил, Арчи. Ты затронул их. Как насчёт поклона? АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо. Спасибо. Это было замечательно. Это дикий край. Север от реки Соскачево. Мы вам построим дом. Национальный парк будет выплачивать вам жалования. Национальный парк? Да. 300 тысяч квадратных миль. А зачем мне это? Ты хочешь спасти бобров? Ты сможешь это сделать. Ты выведешь колонию. Никакой опасности. Охота там запрещена. Джим хочет того же, что и ты, Арчи. Спасти бобров пока не поздно. Мы должны привлечь общественность. Заинтересовать политиков финансирования национальных парков. Ты сможешь помочь нам в этом, Арчи. Ты будешь писать, сколько хочешь. В чём проблема, Арчи? Тебе это идеально подходит. А знаешь, почему я так люблю лес? Это единственное место, где власть принадлежит не человеку. Последнее пристанище дикой природы. Зачем мне присматривать за парком? Простите. Меня зовут Финни. Сайрус Финни. Я был тронут речью Серой Савы сегодня. Вы, наверное, его хорошо знаете. Могу я присесть? Ты знал, что он играет на пианино? Я слышал, что он играет. Давай мне. Где он научился? Что он ещё умеет? Почему он мне ничего не рассказывает? Я знаю Арчи с четырёх лет, когда мой отец его усыновил. Я могу сделать ради него всё, что угодно. Но я так и не узнал его до конца за все эти годы. Осторожно! Так он мне никогда ничего не расскажет? Вполне возможно. Но я скажу тебе вот что. Его прошлое принадлежит только ему. А с тобой он живёт дольше, чем со всеми женщинами, которые у него были. Эй, Арчи! Это я, Сим Хэнкок. Арчи, ты опять тут пьяница. Постой минуту, это я. Сколько здесь развилось бомжей и пьяниц? Я знаю, что это ты, негодяй. Помнишь меня? Где пони? Ты выдаёшь себя за индейца. Но я знаю, кто ты на самом деле. Найди, пони. Найди, Аннет. Нам пора уезжать. Скажи ей, что мы уезжаем. Добро пожаловать в Национальный парк принца Альберта. Озеро Аджван. Оттащи каное к воде, Уэйн. Да. Ну, как вам здесь? Нормально. Кто построил дом? Управление парка. Он построен по чертежам настоящих охотничьих домов. Настоящих, говоришь? И не просите надевать меня эту поганую форму. Здесь есть всё для жизни. Миком здесь будет хорошо. Никаких охотников, никаких капканов. Это ваш новый дом. Давайте, вылезайте. Арчи! Арчи! Микки плывут за мной, посмотри. Они плавают со мной. Иди ко мне. Давай. Давай. А вот и он. Арчи серая сова. Какая честь, сэр. Я вас сфотографирую. Только встаньте поближе, пожалуйста. Хоккинс приехал сюда из Англии. Я прочёл все ваши статьи в журнале Country Life. Все до одной. Country Life? Это такой журнал. На моей родине много ваших поклонников. Ну ладно. А сейчас все посмотрите в объектив. Майкл ближе. Так, прекрасно. Давайте. Отлично. Я понимаю. Мне это тоже не нравится. Я не могу здесь жить. Но они же не сделали ничего плохого. Я должен направиться на север. Я хочу найти новые нетронутые леса. Я должен. Ты постоянно говоришь «я». Я не могу здесь жить. Я должен уходить. Ты видел их? Расположили здесь будто они здесь хозяева. Если не хочешь привлекать внимание, зачем тогда пишешь книгу? Если ты хочешь быть самим собой, зачем красишь волосы? Ты знаешь. Конечно, знаю. Ты вернулся домой с такими волосами. Трудно не заметить. Ну ладно. Я не настоящий. Арчи. Мне все равно, что ты сидишь. Если хочешь, красть волосы в красный, белый, синий, какой захочешь цвет. Я люблю тебя таким, какой ты есть. И за то, что ты гордишься, что ты такой. Неужели ты до сих пор этого не понял? Черт, что это такое? Ты говоришь, ты где-то сухой, еле кипят? Ты знаешь, что ты летел в красный, манку я иду. Я не знаю. Я знаю. Девушки отдыхают Боже мой А вы должно быть Анахарио А откуда вы знаете? Из книги Арчи? Вы же главная героиня Просто великолепно Не могу поверить, что я здесь Как будто я окунулся в мир вашей книги Мы разослали 50 рекламных экземпляров Реакция поразительная Особенно в Англии Никто раньше не читал книгу, написанную настоящим индейцем Это поражает Это как... Как говорящий зверь Именно так Нет, не то Я не то хотел сказать Ладно, забудь Это здорово для нас, Арчи Для парков Арчи – это первый голос, услышанный из диких лесов И не только голос Да, Билл? Это точно Сделайте вид, что разговариваете Говорите, что хотите, мы вас не слышим Это прекрасная книга, Арчи Мне она нравится Я писал обо всём, что происходило со мной Ты там называешь меня своей женой Ну, ты знаешь, как это бывает Я не хочу смущать людей Пони, Пони Посмотри на меня Улыбнись и помаши рукой Как будто говоришь Привет, ребята Проваливайте, ребята Мне нужно немного Просто нужно скормить этим ребятам профили Какие профили? Обычные статьи Здесь есть журналист в Норд-Бэй Готовит большую статью о вас Готовит статью? Как? Разговаривать с людьми, знающими тебя Путешествовать по местам, где ты бывал Начнём Итак, вы из Аджибвей, вам сорок лет Сорок один Где вы родились? В Мексике Эрмосилла Кто были ваши родители? Отец шотландец Во время индейских войн был скаутом А мать из Апачи Племени Якорилла Апачи? Значит, вы не Аджибвей? Нет Я прожил с этим племенем 13 лет Всему, что я знаю, я научился у них Итак, ваш отец... Родители умерли Давайте оставим эту тему Хорошо Твоя книга сделает тебя знаменитым в Англии, Арчи Мы хотим организовать там рекламное турне Ты нам нужен там Англия Явишься в полном индейском одеянии Ты выступишь, мы покажем фильм Билла Они будут без ума тебя Нет Ты не можешь отказаться Ты писатель, которому есть что сказать Ты же хочешь, чтобы люди тебя услышали? Канада – часть Британской империи Поэтому в Лондоне вся власть Мы будем рядом Нет, забудьте об этом А в чём проблема? Ты хочешь, чтобы я стоял там И на меня глазели, как на шута горохового? Зачем мне всё это? Зачем ты написал книгу? Чтобы изменить хоть что-нибудь Может, сейчас настало время вставить перо в волосы? Помнишь? Ты хочешь, чтобы я поехал? Нет, Арчи Но у каждого наступает такой момент в жизни И сейчас нет никого, кроме тебя, чтобы сделать это Хорошо Я поеду Арчи, ты сказал им, что твой отец шотландец? И что? Мне сказал, что мать шотланда Нет, отец шотландец Это было на Абитибе той зимой Когда ты разделывал оленя, я прекрасно помню По-твоему, я врукта мой отец? Конечно Оставь меня в покое Ты хочешь побыть один? Дело не в тебе Просто я такой Да, я знаю Ты одиночка Ты должен жить в диких лесах Я каждый день это слышу А что же делать мне? Решать тебе Мне решать? Делай то, что хочешь Хочешь, уходи Боже, ты хочешь слишком многого Я должна и любить тебя, и оставить в покое Я думала, что смогу изменить тебя Глупо Я хотела верить, что два человека могут узнать друг друга И не быть одинокими И всё Теперь ты Что я должен сказать? Если не знаешь, что сказать, не стоит ничего говорить, Арчи Совсем ничего Я думаю, я не достоин тебя, Пони Может, тебе будет лучше без меня Замечательно А обо мне ты подумал? Да Будь добр Не говори обо мне Расскажи лучше о себе Я не знаю Надолго ты уедешь в Англию? На три месяца. Надолго. Возможно, у меня будет время подумать о нас. Возможно. Есть кое-что, что я хотела бы сделать, пока ты ещё не уехал. Великие духи да благословят вас. Да будет великий дух защищать и оберегать вас вечно. Могович. Могович. И пусть ваш союз будет полон любви, счастья, мира и гармонии. Уважайте и любите друг друга. Сейчас и навсегда. Да будет так. Ну что, пир? Пир. Отец сказал пир. Жениться, когда приходит время расставаться. Так мы сохраняем частичку другого человека в себе. Я тебя ещё увижу. Я не знаю, Арчи. Я уже говорила, три месяца – долгий срок. Кто знает. Я присмотрю за мигами, разумеется. Джим поможет мне. Я буду думать о тебе. Думай обо мне. Думай обо мне. Как вам в Англии, мистер Серая Сонар? Мокро. Мы запланировали 50 мероприятий. Все хотят видеть вас. Новая Гайвата. Как вам этот заголовок? А вы слышали об этих статьях? В каких статьях? Кто-то хочет написать обо мне. Сейчас все пишут статьи о вас, Арчи. Такого еще не было. Ты настоящая звезда. Главное, надо продумать твою речь. Я знаю, что я скажу. Я месяц ждала его выступления. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тот, кто летает в ночи. Я приехал, чтобы привезти вам этот зелёный лист. Из очень далёких мест. Что он делает? Не знаю. Вы слышите? Это называется тишина. Иногда я просыпаюсь ночью от кошмара. Мне снится, что больше нет тишины. Наша земля полна дорог, но эти дороги забиты машинами, и люди сидят в них среди шума и вони. И я кричу им. Люди! Куда вы так торопитесь? Прочь, отвечают они. Мы хотим убраться отсюда подальше. А теперь смотрите. А вот где живу я. Земля Кивейду. Северного ветра. Это дикие леса. Там нет ничего, кроме зелёных листьев, чистых рек, свежего воздуха и тишины. Раньше я ставил капканы на бобров. Сейчас я больше этого не делаю. Наверное, я узнал, что такое стыд. Меня этому научила женщина. Вы её видите. Её зовут Анахарио. Если бы не она, я бы не стоял сейчас перед вами. Привет, няня Муша. А вот почему я так люблю бобров. Посмотрите на этого парня. Неуклюжий, смешной, верно? Но подождите. Вот. Посмотрите. А вот он в воде. Посмотрите теперь. От неуклюжести не осталось и следа. Он создан для воды. У каждого создания есть своё место. Если оно занимает своё место, оно становится прекрасным. Я буду к половине шестого. От неуклюзрано. Я не знаю. Здравствуй, Арчи. Тетушка Кэрри. Здравствуй, Арчи. Тетушка Ада. Не хочешь зайти? Тетушка Кэрри. Нам понравилась твоя книга. Не так ли, Кэрри? Да. Интересные обороты речи. Да. А вы узнали меня? Конечно. Там ведь твоя фотография. Ты так похож на дедушку. Хочешь чаю? Да, спасибо. Кэрри. Ты уехал через три недели после своего семнадцатилетия. А вы, наверное, обрадовались моему отъезду. Нет. Мы были рады, что ты живёшь с нами. Ты же ведь Билани, не так ли, Кэрри? Да. Кэрри. Спасибо. После твоего отъезда стало очень тихо. Наверное, те годы, когда ты жил с нами, были самыми счастливыми. О, да. Я не знал. Конечно, нет. Через годы многое начинаешь лучше понимать. Мы ничего не меняли в твоей комнате. Ада сказала, давай оставим всё так, вдруг он когда-нибудь вернётся. Ради бога, Кэрри, это было так давно. Вы сохранили мою комнату? Да. А что нам было ещё с ней делать? Я могу посмотреть? Да, конечно. Но, боюсь, мы выкинули мёртвых змей. Мёртвых змей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Она ни разу не навестила меня. Она приходила смотреть, как ты играешь. Но мы договорились, что будет лучше, если ты будешь жить с нами. Она приходила посмотреть на меня? Мы поступили так, как считали лучше для тебя. Если мы ошибались, то надеемся, что ты простишь нас. Конечно. Конечно. Маленькая шляпа. Мне пора. Машина ждет. Мы слышали, тебя примет король. Мы так гордимся тобой. Правда, Кэрри? Да, конечно. Ты такой красивый. В этом костюме индейца. Я не думал, что это зайдет так далеко. Я знаю, дорогой. Иногда все происходит само собой. Вы расскажете людям? О, нет. Они могут это неправильно понять. К тому же, твои леса... Мы действительно можем потерять их навсегда. Да, это так. Тогда ты должен рассказать об этом всем. Вы, возможно, будете против. Но я обещал себе за все эти годы, которые вы мне отдали. Спасибо. Спасибо. КОНЕЦ Краснохожий из Канады по имени Серая Сова покорил нашу страну. После триумфального турнепа Англии он предстал в Букингемском дворце перед их величеством двумя принцессами Элизабет и Маргарет Роуз. Популярный писатель выступает против прогресса, который, по его словам, уничтожает родные озера и леса. А теперь направляется домой, и мы прощаемся с выдающимся пилигримом дикого мира. Мистер Серая Сова, что вы сказали королю? Я попросил его прекратить уничтожение наших лесов. Что он вам ответил? Достаточно, ребята, у него тут друзья. Скажите, ваша жена тоже здесь с вами? Думал, ты никогда не вернёшься домой. Я ещё не дома. У них на тебя большие планы. Пригордимся тобой. Спасибо, мистер Чемплин. Поня не приехала? Она... Мы сняли самый большой зал в Канаде. Ты там выступишь три раза, а потом у нас будет собрание вождей. Мистер Чемплин, сэр. Простите, мистер Серая Сова. Ваши документы в порядке, сэр. Я не был уверен, что ты приедешь. Я скучала по тебе. Я тоже. Каждый день. Итак, большое собрание индейских вождей. Я обещал, что ты приедешь. Зачем? Там будут все вожди. Это самое грандиозное собрание за многие годы. А я тут при чём? Ты что, не понимаешь? Ты сейчас самый известный индеец в мире. Это твой народ. Ты обязан быть там. Ладно, Гарри, поехали. Вы уверены? Вы точно уверены? Да, конечно. Мы вместе приехали с ним из Ливерпуля. Это было лет 20 назад. Его зовут Арчи Белани. Если он индеец, то я китайский император. Конечно, уверен. Я не думал, что их будет так много. Откуда они приехали? Они почти все с равнин. Крея, Сиу. Я не хочу этого делать, Нед. В этом нет ничего такого. Видишь тот большой вигвам? Там совет вождей. Иди туда. Засвидетельствуй своё почтение. Скажи им, что ты свой парень. Ты знаешь, что я не могу. Арчи, они ждут тебя. Меня туда никто не приглашал. Ладно, ладно. Ты ведь уже не просто Арчи. Ты как будто за всех нас говоришь. Оставь меня на пару минут с пони. Хорошо? Да, конечно. Скоро вернусь. Пройдёмся? Конечно. Понни, послушай. Я не знаю, сколько у меня осталось времени. Это не лучшее место, чтобы сказать тебе это. Но я должен сказать. А знаешь, почему я не могу туда пойти? Почему? Потому что я не настоящий. Ты знала? В каком смысле не настоящий? В любом смысле. Ну ладно. Я не Апачи. Я не Аджибей. Я не Аджибей. Я привык играть в эту игру. А в детстве я уходил в лес. Я знал название всех племён. Всё. Это была просто детская игра. Я хотел жить как индейцы. Я приехал в Канаду. Я Аджибей на Медвежьем острове. Приняли меня? Прости. Я знаю, я должен был раньше сказать тебе. Я долго собирался. Но я просто боялся потерять тебя. Ты любила меня, потому что я был индейцем. И я хотел, чтобы ты любила меня. Ты хотел, чтобы я любила тебя? Я знаю, сейчас это уже не так важно. Но я действительно люблю тебя. Ты никогда не говорил этого раньше. Никогда. Мне казалось, у меня нет на это права. Но, Арчи, мне всё равно. Тебе всё равно. Я полюбила тебя, потому что ты жил другой жизнью. Всё, что ты делал, было настоящим. Даже то, как ты охотился. Ты знаешь, как я это ненавидела. Мне казалось, что каждый шаг, который ты делаешь, был простой. И необходимый. И настоящий. И ты говоришь, что эта жизнь тебе досталась не по наследству? Ты сам выбрал её. За это я люблю тебя ещё больше. Не-не-муша. Не-не-муша. Что значит это слово? Я его вычитал в Геоватте. Это означает, моя милая. Моя дорогая. Любовь моя. Нен-не-муша. Арчи. Я прошу прощения, но вожди хотят тебя видеть. Скажи им. Скажи им, что он уже идёт. Субтитры создавал DimaTorzok. Мой брат говорит, что большая честь встретиться с человеком, которого зовут Серая Сова, благодаря которому теперь так уважают наш народ. Это большая честь для меня присутствовать здесь. Субтитры создавал DimaTorzok. Ха-ха-ха! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мой брат говорит, люди становятся тем, кем мечтают быть Ты хорошо мечтал Скоро мы будем танцевать Мы хотим, чтобы ты танцевал с нами Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Все, что вы можете мне рассказать Не так уж много Он был просто ребенком, который мечтал жить в диких лесах Это прекрасная мечта ДимаTorzok Может, вы выслушаете, что я собираюсь сказать сегодня вечером? Я никогда не выступал перед такой большой аудиторией Я спрашиваю себя, зачем все пришли сюда? ДимаTorzok На озере Темагаме Простите Может, ради этого? Это подарок вождя народа силу Или ради этого? Боюсь, на этом мне стоит остановиться Ради меня? Не думаю Я не достоин носить этот боевой наряд Я не герой и не пророк Как каждый из вас Я делал все, чтобы выжить Единственное, что придает мне мужество стоять здесь перед вами Это знание того Что я говорю что-то жизненно важное Чтобы нам с вами выжить Мы не хозяева земли Мы ее дети Нас держит на руках дух творения Дух, который намного более велик, чем мы Я говорю Защищайте бобров Прекратите истреблять леса Деньги, которые вы получаете Не стоят той цены, что вы заплатите Но это не все Если мы можем сказать Что есть что-то, что не продается Если хоть что-то Что принадлежит всем нам И будущим поколениям Тогда и другие люди нас услышат И тоже начнут это говорить И когда-нибудь нас будет достаточно много И люди поверят, что это возможно И мы можем изменить мир Так почему же не начать с нашей родины С Канады Здесь Сегодня же Минун шиваем Минун шип Продолжение следует... Минун шип Он больше не выступал перед публикой. Тем вечером, когда Арчи снял свой индийский наряд, я понял то, что он говорит, намного важнее того, кем он был на самом деле. Затем он тихо исчез в ночи и вернулся в свой дом на озере Аджаван. Он умер здесь, внезапно, от пневмонии, два года спустя, в апреле 1938 года. Отдавая дань уважения тому, к чему стремился Арчи, северный самородок не печатал меня, пока он был жив. О нем напечатали через день после его смерти. Статья попала на первые полосы газет во всем мире. Пони по-прежнему продолжала кампанию против капканов. И в конце концов, был принят закон о защите бобров, и они вернулись в озера и реки Канады. Но когда стало известно, кто он, предупреждение Арчи о том, что нужно охранять дикую природу для будущего поколения, быстро забыли. Позже о нем никто не вспоминал. И лишь спустя много лет, когда правда стала уже слишком очевидна, люди поняли, что он был человеком, опередившим свое время. Режиссер Ричард Аттенбора Оператор Роджер Пратт Композитор Джордж Фентон Фильмы снимались Власта Врана, Чарльз Пауэлл, Грэм Грин и другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова